Число заразившихся коронавирусом в России растет с каждым днем. И пока многие из нас находятся в самоизоляции, есть те, кто круглосуточно на передовой борьбы с опасной инфекцией. Врачи и медперсонал клиник, а также бригады скорых буквально живут на работе, без обеда и выходных борются за жизнь и здоровье каждого пациента. Поддержать врачей морально решили тысячи людей, запуская масштабные акции. Весь мир, стоя на балконах, аплодирует сегодня героям в белых халатах. Ковид-19 не обошел стороной и наш регион. Все необходимое лечение пациенты сегодня получают в 10-й городской больнице. На случай необходимости перепрофилируется вторая горбольница, а также перинатальный центр Саратова. Как изменилась сегодня жизнь врачей в связи вот с этой непростой, прямо скажем, ситуацией? Непосредственно вашей больнице, которая в Саратове находится на передовой? Жизнь врачей, как изменилась, она стала еще более интенсивной. Меньше сна. А какая ситуация сейчас? Стабильная, спокойная. Мы сейчас работаем с новой ситуацией, и поэтому, наверное, как и все мировое сообщество медицинское, поэтому для нас все впервые, поэтому нам тоже нужно адаптироваться к новому стою труда и к новому профилю пациентов. Мы ранее не принимали таких пациентов и контактных пациентов, поэтому здесь, конечно, период адаптации, но он уже закончился, а так работаем стабильно в главном режиме. Принимаем пациента, выписываем, благо есть такие пациенты, или наблюдаем и обследуем, и пролечиваем контакт. Поэтому пишется история, так сказать, в режиме настоящее время, онлайн, да, поэтому, конечно, нам сложно ответить пока на все вопросы, но пока работа диагностическая и лечебная проводится стабильным, в полном объеме, и, самое главное, спокойным, без истейки. Вот у нас сейчас призывают всех граждан самоизолироваться, но далеко не все, к сожалению, к этим призывам прислушиваются. Люди говорят, да ну, это все не серьезно. Вот как врачи, что бы вы этим гражданам сказали? Ну, мы бы, наверное, сказали так, что на русский авось в этом случае не нужно надеяться, не надеяться в этом отношении, за с ним место. Поэтому каждый за свое здоровье, конечно, несет ответственность сам, но каждый должен помнить, что если заболеет он, он заразит у своих близких, и детей, и родителей, и пусть это нести ответственность за жизнь и здоровье окружающих. Поэтому, конечно, самоизоляция на сегодняшний день это самое, что чем нам могут помочь наши граждане? Сегодня по всему миру проходит акция «Спасибо врачам». Может быть, вы видели в интернете, как за рубежом люди выходят, хлопают, благодарят. У нас в России тоже подобную акцию запустили. Вот насколько для врачей важна сейчас вот такая поддержка от людей? Конечно, она очень важна, и не только сейчас, она важна всегда. К сожалению, в последнее время в сторону медиков были какие-то несправедливые, на в общем, обвинения и поддержка от населения важна всегда. А сейчас я с вами. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте самоизоляцию. Помогайте врачам. А скажите, пожалуйста, вообще, вот в принципе, ваша жизнь как врача изменилась, и вашей команды вот в данный момент? С какими мыслями просыпаетесь, не знаю, там, засыпаетесь? Вот, скажем так, ведь скажите, сейчас немножечко изменилась жизнь, если вот... Конечно, она изменилась не только у врачей, она изменилась, в смысле... У всех, да. У всех. Врачи, конечно, привыкли во многих работах в экстренном режиме, потому что медицина, она и связана с экстремией. Но такого, конечно, глобализации по экстремии раньше нет. Работают все. Работают администрации, работают врачи. Именно в одном направлении. Те сработают основные строительства, строительство, министерство, строительство. Помогает прям единому целому. Врача ушла в сторону. Все совершенно на прямых отношениях, на скорости. Я даже не встречал такого единения в последнее время. Выполнение поставленных задач. Вы чувствуете команду, да? Да, никто ни в чем не отказывает. Слушай, встречаются по первым званам. Все понимают, что это нужно, необходимо. Слово долг здесь неуместно. Просто люди отдают себе свои силы для того, чтобы не было последствий того, что происходит сейчас. Ну и последнее, может быть, скажите, вот какая поддержка вам на самом деле нужна от... Мы, конечно, все поддержим, весь город, все жители. Но на самом деле, какая поддержка вам сегодня нужна прежде всего, кроме словесной и моральной поддержки от горожан? Выполняйте, пожалуйста, все требования, которые вам ставят задачи власти. Рекомендую, да? Отправляйтесь дома. Соблюдайте режим самоизоляции. Это лучше поддерживать врачи. А вы, если что, обязательно же поможете и поддержите, да, ну, в этом... Да, нам все. Мы все, то, что можно, максимально можно, для того, чтобы, если что-то уже произойдет, поддержка странных врачей, поддержка выполнения своих обязанностей будет на полном объеме. Что скрывать? Врачам сложно, но они преданы своим пациентам, и за это мы говорим им спасибо. Спасибо за профессионализм, спасибо за уверенность, за то, что все будет хорошо. Редакция информагентства «Взгляд.Инфо» присоединяется к акции «Спасибо врачам». Давайте по возможности оставаться дома, чтобы облегчить работу медикам.